Только что забрал машину, время 23.35 У машины 4 владельца, 1 крашеный элемент В принципе, неплохая комплектация с широким экраном Явных проблем нет, но как всегда у BMW есть нюанс Ну нахер! Отец! Ну ты видел? Друзья, я вас всех приветствую на второй серии У нас сегодня новый автомобиль Как вы помните, в прошлой серии мы продали с вами Мазду Тройку А сегодня у нас на обзоре и на выпуске BMW 5 в кузове F10 Вчера я забрал эту машину за миллион 420 Как вы помните, из прошлой серии Мазду мы продали за миллион четыреста Но, как мне показалось, это очень хороший вариант И я решил добавить в проект свои 20 тысяч Потому что... Подожди! Что? И я решил добавить в проект свои 20 тысяч Потому что такую машину упускать было нельзя Если сейчас зайти на площадке и посмотреть, сколько эта машина стоит Первая цена в Калининграде после этой машины Миллион семьсот Блядь Миллион семьсот Я, конечно, не буду выставлять там по первой цене рынка Нам достаточно, если честно, с каждой машины получать минимум сотку Если сотка с машины будет, мы будем идти дальше И тем самым увеличивать бюджет нашего проекта Как я и показал в начале серии У машины есть один нюанс в виде горящего чека Вчера я загнал эту машину на диагностику И выявилось, что у него датчик расхода воздуха неисправен То есть, в принципе, я его сейчас вырвал, но... Круто! Я его сейчас убрал Но и при этом у машины стал расход 17 литров Но едет она хорошо А с этим датчиком машина дергается И я заказал этот датчик уже с Москвы Купил я его за 3 тысячи с разборки На данный момент в городе есть только оригинал по 44 тысячи Это очень большие вложения И через 3 дня этот датчик веет Мы его установим И посмотрим вообще, как изменится ход машины Потому что сейчас машину поддергивает И из-за этого чека тоже машину продавать в таком виде не хочется Также сейчас сделаю небольшой обзор машины Как я и говорил в начале видео, машины 4 владельца Крашено одно крыло Вот это вторичный окрас В принципе, ничего страшного И также есть проблема по замкам Она у меня выяснилась через 2 дня использования машины Один ключ И когда я закрываю машину Закрываются все двери Кроме вот этой Вот эта дверь Получается не блокируется Замок Тоже причину нужно будет выяснить Сейчас посмотрим салон По салону все в порядке Все чистое, свежее Химчистку делать не нужно будет Сидения сами по себе в хорошем состоянии Сзади такое ощущение, что мало сидели Пробег у машины, напомню, 240 тысяч километров По рулю потертости нету По торпеде все тоже хорошо Кстати, стоит заметить, что при пробеге 240 тысяч Коробка отрабатывает просто отлично То есть по коробке вообще никаких вопросов По мотору может быть какие-то мелкие вопросы есть Но в принципе машина без нюансов Также задний ряд сидений Все чисто, хорошо Кожа в идеальном состоянии Короче, вчера поехал Поставил эту машину на учет на себя Обычно я так не делал Просто продавал по договору купли-продажи дальше людям Но у меня случилась одна ситуация Очень неприятная Это было летом 2023 года Я купил машину Peugeot И в течение 10 дней не поставил ее на учет Потом она что-то не продавалась Не продавалась Я думаю, надо съездить, поставить Чтобы там неудобство не доставлять Прошлому владельцу В итоге, когда я приехал в ГИБДД Мне сказали, что у машины То есть у хозяйки прошлой Долгов на полмиллиона рублей Я пытался с ней связаться Всячески разбираться Как-то даже обращался к юристу В принципе были пути отхода Чтобы это все решить Но как-то я уже забил в тот момент на это И машина, у которой долги на полмиллиона Я просто выставил за ту же цену И продал, избавился от нее И с тех пор просто мне эта ситуация научила тому Что я ставлю машины все на учет Стараюсь это делать в тот же день, как куплю Чтобы не было никаких недоразумений Но ты от нее не избавился Ты рассказал новому владельцу о том Что случилось Да, я естественно написал в описании А, и машина еще надо учитывать Что она стоила дешево по тем временам Можно было подумать, что это какой-то подвох Но в принципе как бы подвоха Никого именно в технической части не было И эта машина А в оформлении просто все рассказала А в оформлении, да В оформлении все рассказала Причем ее взял какой-то местный начальник Вот, самый прикол, да Что я взял какой-то местный начальник тут Ну, я не буду говорить из какой структуры Но корочку он мне показывал, что он начальник И спустя там, по-моему, два или три месяца У этой машины уже каким-то магическим образом пропали все залоги И он ее выставил, по-моему, за 500 тысяч А у меня он купил ее за 300 И она тоже продалась Вот ему надо было канал создавать, а не нам лохам Да, да, да Потому что тебе показали корочку, ты поверил Да, ну нет Самый прикол, что реально выставили это объявление 500 тысяч и машина как бы снята с публикации была Спустя какое-то время То есть он ее продал дальше Не знаю, с проблемами, без проблем Но о том, что у машины какие-то залоги и ограничения Он не писал в описании Так нет, просто так и Прошлая владельца, когда она тебе продала машину Ты обнаружил, как бы, так скажем, недостаток ее Она тебе предлагала, помнишь, как бы Решить вопрос этот, снять ограничения, чтобы там переоформить Ну, ты просто посмотрел, что это может кончиться не очень хорошо для тебя Да, была одна лазейка, но она была прям вот Точно, точно Вообще нужно про это рассказывать На YouTube Да, как будто это надо вырезать будет Но просто в двух словах, что это было не совсем все законно и легально И проще было просто потерять какую-то сумму денег Или там, как я в ноль уйти, пойти дальше и не заниматься Ну ты ее же не за 300 купил, по-моему, нет? По-моему, чуть больше Ты продал ее еще? Нет, я ее купил за 330 Еще я успел ее отдать в прокат на какой-то момент Помнишь, ты, кстати, тогда забирал? Да Она еще поездила под туристами, по-моему, пару недель И вот после этого я ее продал Можно было, кстати, оставить ее, хорошая машина была Ну просто меня пугал, да? Не знаю, я помню, как она тогда тарахтела Ты все говоришь, что я просто... Ну ты меньше придираешься к машинам явно, чем я Но тогда я помню, она просто тарахтела Я тогда ее когда забирал Ну, бывало тарахтело, но бывало и нет Ну да, но просто то, что ты ее продал, в целом это неплохо Да, в целом очень хорошо Я тогда, ну, обрадовался, потому что у меня такая ситуация была первый раз Когда с машиной были какие-то именно юридические проблемы То есть у меня были разные проблемы, разные машины Но все они, ну, связаны были с технической частью По документам вот это все меня всегда очень пугает Залоги, какие-то кредитные машины Это все меня всегда пугало Мне кажется, это любого пугает Но просто как бы нужно понять, что типа в любой ситуации есть выход Просто не всегда он может быть легальный А если легальный, то не очень приятный в плане денег Если это не стоит того и там вы можете потерять какую-то сумму Если вы занимаетесь именно перепродажей машин Лучше там продайте ее в небольшой минус И идите дальше, чем заморачиваться Какие-то нелегальные схемы устраивать Ну, лично мое мнение Ну да, то, что не зацикливаться на тачке И не пытаться там ее разрулить Если это просто занимает кучу времени Да Проще типа купить какой-то новый вариант Чуть подешевле, откатиться немного назад и заново начать Да, ну и конечно проверяйте машины перед тем, как вы их покупаете Да, так ты расскажи, что ты в автотеке-то смотрел Ничего абсолютно не было, это другой сайт Покажи, ну, сейчас ссылка появится на сайт Да, ссылка появится В автотеке все было чисто по этой машине То есть непосредственно перед тем, как передать деньги Я повторно купил автотеку Потому что автотека там обновляется чуть ли там не каждые полчаса И актуальная информация с сайтов всех Но это произошло именно в тот момент Когда я купил машину и не поставил сразу ее на себя на учет То есть этот запрет вылез там через 3 или 4 дня После того, как я машину забрал То есть в принципе, если по-правильному поступить Как я сейчас поступаю Я покупаю машину и в тот же день стараюсь ехать в ГАИ на себя поставить Чтобы не вылезло там ничего лишнего Если что-то хозяин скрывал А так уже сейчас, смотря на эту ситуацию после Я уверен, что эта женщина знала, что у этой машины всплывут какие-то залоги вот эти Да, естественно, она потом сколько игнорила Да, я потом с ней пытался связаться Она игнорировала, говорила, что это, ну, не ее все кредиты Там были, по-моему, кредиты Она брала кредиты Да Так потом она сказала, что все, гасим-гасим Но ничего не гасило Так нет, а по итогу-то показывалось в автотеке, когда ты уже узнал? Показывалось в автотеке это или нет? По-моему, вообще не показывается в автотеке Это же запрет от приставов, типа, был вроде что-то такое, нет? Да, запрет от приставов Но, слушай, на самом деле в автотеке показывалось, по-моему показывалась вот в самом начале когда мы только поехали даже был там дилер мы поехали на дилера это раз приехали на райоту на приехали вот на тойоту как я рассказывал это мне уже сказали а вы знаете что у вас у машины она в залоге на 500 тысяч рублей сайт федеральных приставов ссп я не помню как точно называется вот сейчас появится правильное название просто забивайте прям туда человека это абсолютно как бы нормальная процедура перед покупкой забивать туда данные то есть имя фамилия отчество и дату рождения если у человека есть какие-то долги соответственно если он собственник этой машины эти долги переносится как бы на его все имущество что касается этой машины в принципе никаких нюансов вот таких явных у нее нет кроме вот этого датчика что я показал но у меня уже была такая бмв пятерка она была на год моложе и руль у нее был совершенно другой может это зависит от комплектации честно говоря не знаю здесь как по мне очень старый руль он выглядит прям старо и черный салон мне кажется это очень дешевит машину потому что там вот белый салон или бежевый он выглядит как-то подороже и побогаче для подороже была такая пятерка да ты же перепродавал уже типа она выглядела тот же год но она выглядела намного свежее она год но как бы все равно это одно и то же в принципе там с 2011 по 2016 все эти в 10 и в принципе как бы одинаковые дорест да только у нее там комплектация может отличаться но в принципе вот посмотрите на этот руль подсними пока едем выглядит он как будто 2000 руль и вот типа вот это вот тоже черная была фотки вчера поднял сейчас тоже прикреплю нету дерева ну типа тут она есть на такое черное напишите еще в комментариях как вам новая борода артема я голосую за то чтобы он отрастил по новой но все вокруг говорят что ему очень идет кажется мы можем запустить челлендж короче я не бреюсь до этого момента пока g30 не купим я представляю что там даже давай добавить надо сейчас вот так должно быть я думаю это случится быстрее очень надеюсь на это кстати не забывайте что нужно подписаться на канал потому что когда на канале будет 200 тысяч подписчиков и когда мы с вами по бюджету дойдем до того момента как мы сможем купить бмв пятерку в кузове g30 мы ее разыграем среди вас были скептики которые писали мне под шортами под видео что мы ничего не разыграем это просто лохотрон и байт на ваши подписки но хочется сказать что всем кто не верит искренне не верит и не хочет следить за нашей историей можете как бы пролистывать это видео листать дальше в принципе как бы за таких людей не особо и боремся на как бы если вы просто хотите наблюдать нашу историю вместе двигаться вместе смотреть подсказывать там взаимодействовать вместе со мной этого в принципе оставайтесь на канале до создать как комьюнита здесь все как бы честно и в конце вы сами понимаете что когда будет 200 тысяч подписчиков уже появится определенный там рекламные может быть бюджета на канале и в принципе как бы будет двигаться намного легче в этой сфере и там разыграть машину за 5 миллионов в авто тематике при том что у меня вся аудитория сейчас тоже прикрепляем она вся как бы старше даже чем мы это платежеспособная аудитория в принципе по меркам ютуба и как бы машину разыграть за 5 миллионов ну не особо да да просто сидят зеваки которые как бы думают что да какую машину ты будешь разыгрывать но это просто бред люди не понимают как бы как работает весь вообще весь процесс не на в принципе их понять можно потому что этот как бы если смотреть на меня сейчас у меня там на канале чуть больше тысячи подписчиков в принципе понятно как будто это выглядит реально как байт на просто на подписках на этих мне просто кажется что если подпишется 200 тысяч человек а потом никто ничего не разыграет то просто они все в принципе то и отпишутся но и не будут как минимум лояльно если не будут лояльно то в принципе не будет смысла этого канала всегда помните что это как бы я это не завтра собираюсь делать или не послезавтра это как бы длинный путь будет как вы видите там с каждой машины в лучшем случае там получается 100 150 тысяч заработка при том что вы сами понимаете что машины у нас будет в проекте разные каких-то мы наверняка попадем там в минус каких-то мы может выйдем в ноль в каких-то там 30 заработаем тысячи сами посчитать сколько машин должно чтобы дойти вот до этой самой цели которые у нас есть друзья эта серия подошла к концу я решил ее разбить на две части потому что получилось очень много материала в принципе вы поняли что у нас в распоряжении есть это бмв f10 в следующей серии я надеюсь мы ее уже продадим подписывайтесь на канал ставьте лайки и увидимся на следующей неделе пока